Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели У нас сегодня, на этой неделе В связи с праздником, такая короткая неделя Именно четверг, последний рабочий день На этой неделе, и есть возможность Подвести итоги недели Она была горячей и в стране, и в мире И в Риге Вот об этом мы сейчас поговорим Депутат Рижской Думы, хорошо вам известный Из фракции Согласия Михаил Каменецкий У нас в студии, добрый день Добрый вечер Совсем недавно закончилось заседание Финансового комитета Рижской Думы Она была очень знаковой Принятое решение оказать материальную помощь Жертвам этой страшной трагедии в Кемерово Но самое главное даже нет Решение было ожидаемо Но вот реакция на него отдельных депутатов Сейчас мы об этом поговорим Михаил, вот несколько слов Да, вы знаете, все прогнозировали Что этот комитет будет очень коротким И очень единодушным Ну, в принципе 50 тысяч евро Перечислить через Красный Крест То есть, который лучше знает Да, который лучше знает вообще и механизмы И потребности, у которого Контрагенты во всех частях земного шара Скажем так То есть, абсолютно прозрачно Абсолютно в этом плане Ну, ясно Перечислить 50 тысяч Ну, это и символический же С одной стороны С другой стороны Это, в общем-то, реальная Реальная материальная помощь Но это тот случай Когда нужно Ну, от всех понемножку Пытаться помочь Ну, никто не прогнозировал Что будут какие-то Будут какие-то Так сказать Возражения Или какие-то изменения В повестке Но Вы знаете Интересная Произошла ситуация Вот новая Консервативная партия Не проголосовала За это решение Но абсолютно понятно Объяснив свою позицию Они решили Профинансировать это Из личных средств Ну, это решение Его можно поддерживать Можно не поддерживать Но его можно понять А вот то, что заявил Председатель фракции Единства И заместитель партии Он зампредседателя Зампредседателя партии Мы забыли об этом Единства То есть человек Который, в принципе Должен бы Ну, понимать Что он говорит Не только от своего имени Вот он Он пустился в дискуссии По поводу того Что А вот почему Мы не помогаем В других случаях Когда кто-то Бомбит сирийские госпиталя Когда кто-то Там занимается Нехорошими делами В Лондоне Получил он То есть Ну, это понятно Это господин Тирсис По-моему Да, господин Тирсис Да, он председатель Фракции Единства В Рижской думе Да Вот он Он, так сказать Попытался Этот вопрос Политизировать Ну, вы знаете Очень хорошо Конечно Он получил Очень жесткую Отповедь От мэра Очень жесткую Отповедь Да Потому что Мэр города Просто В лицо Ему сказал Что Вот люди Которые Пытаются Политизировать Такие вопросы Ведут себя Ну, замески Это можно Низко Подло Как угодно Низменно Да, низменно Низменно Вот Ну, вот Так и живем Понимаете На ровном месте Казалось бы Очевидная Очевидная ситуация И вот Я считаю Господин Тирси Своими грязными руками Запачкал Не только себя Дискредитировал В том числе И свою партию Которую Мое мнение Что ее достаточно Сложно Дискредитировать Но вот Сегодня ему Это удалось Достаточно Сложно Дискредитировать Почему? Потому что Уже Ну, Вена Это Большое У нас Большой опыт Общения На всех уровнях И сегодня Сегодня Это партия Которая Сделала Проделала Большой И далеко Не славный Путь От От ведущей Политической силы До Буквально Стагнирующей Уходящей В небытие И каждый день Они тому Подтверждение Выказывают Ну, понятное дело Что Мы Ну, понимаете Сегодня, кажется В Сейме Рассматривался вопрос О том, что Чуть ли не уголовную Ответственность Нужно Предусматривать За Фальшивые Новости Ну, вот представьте себе Сколько лет Господин Афер Аденс Бы получил Если бы этот закон Действовал За Одно свое Высказывание Что скоро К нам вернутся Все уехавшие Потому что У нас зарплата Европейского уровня Ну, если эту новость Не считать Фальшивой Тогда Какие же новости Считаются Фальшивыми Мне трудно Это вот то Как сегодня Это прямо уже Можно сажать Как говорится Да, ну, если Закон За такие фантазии Да, вот я и говорю Поэтому Ну, вот так Так оно и есть Да, вот Я такой Такой задам Может быть Провокационный вопрос Вот сегодня Коллега Латвийского радио Я прочитал Вот на портале Их вот Общественного радио Утверждает Что в Рижской думе Случился кризис Что вот оппозиция Так загнала в угол Вот правящую коалицию Я цитирую буквально Дословно Что случился кризис Вот действительно ли Случился кризис Или может быть Это не кризис Что вообще происходит Сейчас Ну, кризис Случился У части оппозиции Там действительно Есть кризис Ну, что Интересная ситуация Происходит Ведь, знаете Попытка Дестабилизировать Ситуацию Внести в хаос Внести хаос В работу Любой институции Тем более Политической Тем более Такой институции Как самоуправление Это достаточно опасная вещь Сегодня Своей заслугой Оппозиция Видела бы Возможность Парализовать То, что Работу думы Реально Ну, они сделали У них большие успехи На этом пути Как им кажется Да Мало того, что Много часов Избирали мэра И вице-мэра Хотя Только что Вот буквально За несколько Недель до этого Народ И жители Риги Сказали свое слово И добавить К кандидатам Которые проиграли Ну, много Ничего там добавить Особенно Вот Бюджет Ну, вопросы задавались Руководителю департамента Финансового По бюджету Трое суток Ну, это Понятное дело Что это не демократия И Это Попытка Попытка разрушить Это Попытка разрушить Все, что Ну, ввести Тот процесс Работы Самоуправления Ну, естественно Последовала На это Так сказать Реакция Правящая Коалиция В Рижской Думе Приняла решение Что, ну, каким-то Образом Надо Добиться того Чтобы можно было Более-менее Нормально работать И вот мы Мы приняли Ограничения Определенные По количеству Вопросов Которые Можно задавать И это Очень Так сказать Ну, либеральные Были изменения Ну, а сейчас Под давлением Под очень жестким Политическим давлением Министр Среды Регионального Развития Господин Дерхарт Отменил Это Решение Было принято Новое Но Суть Суть того Что мы приняли В первый раз Ну, заключается В том, что По каждому вопросу По каждому пункту Повестки дня Только Оппозиция Могла задать 84 вопроса Да, это явно Не ограничение Их прав Ну, вот Союз самоуправления Тоже посчитал Что это не является Ограничением Свободы слова Но Так сказать Вот еще раз Хочу сказать Что Министр Под большим давлением Вынужден был Отреагировать Негативно На это Но Сейчас мы приняли Другое Время Да Несколько видов Изменили 20 минут На каждый вопрос И Если это бюджет То это полтора часа Но Нужно понимать Что вопросы На заседании Думы Это Вопросы Которые Рассматривались На комитетах То есть На комитете Нету Нету ограничений Можно весь Любой вопрос На комитете Рассмотреть Досконально Дума Рассматривает Только дополнительные Вопросы На Думе Это Дополнения Действительно Которые возникли В период Это изменения Которые могли Возникнуть В период Между заседанием Комитета И Думы Да Но заседание Думы Транслируется Вот В чем нюанс Ну Если скандальные Какие-то Моменты Предусматриваются То и на комитеты Приходит большое Количество Прессы Да У нас есть Так сказать Опыт Мы видим Мы видим Что Приходят Операторы Корреспонденты Ну Не всегда У них счастливые Лица Но Что делать Профессия Обязывает Хорошо А чего хочет добиться Дума Это просто Оппозиция Это просто Предвыбенный Пиар Или это Действительно Попытка Вообще Полностью Парализовать Работу Думы И на этом Основании Можешь кричать Что ее Нужно Распускать Да нет Даже не Распускать Они таким Образом Хотят Показать Что оппозиция На что-то Влияет Но Вы влияете Тогда На На принятие Хороших Решений На Дискуссии Которые Действительно Конструктивные И Действительно Мы идем На На контакт Когда Дискуссия Развивается В конструктивном Ключе Но Когда Попытка Все разрушить Попытка Внести Хаос Это Очень опасно Ведь понимаете Они же Все рвутся К власти Вот эти Все Спасители Или спасатели Отечества Сегодня Которые Говорят Что Кроме Нас Вообще Нету Пророков Они Пытаются Они пытаются Вот эти Методы Они пытаются Пройти Саем И эти методы Они абсолютно Точно Перетащат Туда И Это Это Действительно Опасно И Сегодня Да Сегодня Коалиция В Рижской Думе Она В полной Мере Чувствует Деструктивную Атаку На Свою Работу Но Мне кажется Хватит У нас И терпения И воли И знаний И у нас Чудесные Специалисты Работают В Рижской Думе Которых Тоже Незаслужена Оппозиция Не Политики Я имею Ввиду Руководители Департаментов Работники Департаментов Люди Ну Абсолютно Штучные Штучные Квалификации Да Ну Действительно Высочайшего Уровня И вот Приходит Депутат Которого Избрали Не так Давно И Бывает Даже по ошибке Избрали Думали У него фамилия Вот Есть у нас Один депутат Отвенутый Тоже Отвенутый Я не буду Называть его Фамилию Но Она Совпадает Он Однофамилец Человека Который Известен Тем Что производят Велосипеды Представляете Как в нашей Стране Сегодня В это время Что-то Производить Конечно За такого Человека Грех Не проголосовать Но оказалось Что это Вот оказалось Что это Однофамилец Нет Он кроме Глупости С трибуны Не производит Ничего И И вот Оказалось Что этот Человек Он по каждому Вопросу Выходит на Трибуну И как Швейк Понимаете У него есть Своя история По каждому Вопросу И он Почему-то Себя Своё знание Своё понимание Вопроса Он как-то Ставит выше Чем Специалист Который 10-15-20 лет Занимался Только этим Зная доскональное Законодательство И практику И Ну Знает Всё Что имеет отношение К тому или иному Вопросу Который Который Он курирует А когда На бюджете Трое суток Задают Такие вопросы По кругу Например Сколько в Риге деревьев А сколько Вы что шутите Нет я не шучу Сколько в Риге деревьев А сколько кустов А сколько деревьев Можно считать кустами А сколько кустов Можно считать деревьями И почему вы не знаете Такую информацию Она же Она интересует всех Вообще Как такую информацию Можно не знать наизусть Вот И сегодня Очень хорошая вещь Последние несколько дней Было принято решение И ведутся прямые трансляции Заседания Режиссерской думы Прямые То есть есть три камеры Которые показывают Вообще все Что происходит В думе И за эти три дня Очень большие изменения Произошли И даже А вы знаете Более объективное отношение К тому что происходит Стало И даже Те журналисты Которых трудно Заподозрить Симпатия К коалиции Режиссерской думе К правящей Режиссерской думе Да Даже они Стали высказывать Своё мнение По поводу того Буквально Беспредела Который Некоторые Представители Оппозиции Себе позволяют Ну У нас Хозяйственные вопросы Которые должны Решать Депутаты Думы Они вообще Уже задвинуты В дальний угол Вот выходит Тот же человек Про которого я начал Рассказывать С велосипедной фамилии Да Вот выходит на трибуну И начинает Рассказывать Слезливую историю По поводу того Как он в юности Вагенскалнсе Играл в футбол И там мальчики Латышские Играли с мальчиками Русскими И как только Русские мальчики Начинали проигрывать То эти русские Всё время Пытались Поменять правила И вот Вот он Вот таким образом Он говорит И ничего За 40 лет Не поменялось Вот так Вот уровень дискуссии Уровень интеллекта Выступающих С трибуны Да То есть это Я действительно Вышел Процитировал им Александра Сергеевича Пушкина Не оспаривай глупца Хотелось конечно Это в вольном переводе На латышский язык Сказать Но это было бы грубо Да Ну это было бы грубо Я это скажу по радио А мы сейчас примем Звонок нашего радиослушателя Возможно и на эту тему Добрый день Здравствуйте Да Пожалуйста Здравствуйте Вот пара комментариев По поводу того Ну то есть Как работать оппозиции Не за оппозицией Так это значит Это был выбор позиций Что они не хотят Вообще никаким образом Договариваться с оппозицией У них нет ни одного человека Ни в одном комитете С правом Какого-нибудь там Решающего голоса Так все Оппозиция Нашла свой способ Каким образом Они могут Хоть на что-то влиять Где проблемы-то Когда Точно таким же образом Работает Там Рижская дума И когда у них было Вообще абсолютное большинство Они делали Что хотели Сейчас хотя бы Их за это Прищущивают А вопрос По поводу того Что люди выходят И дискутируют Обо всем Ну так извините меня В чем проблема Вы еще вспомнили Как этот Как наш Как наш мэр Как Бивис и Батхет Рассказывал про какую-то сперму Так Бивис Она сказала Черная сперма Это о чем Это тоже нормально Вы считаете Спасибо Ну вы сами ответили На вопрос Что нормально Что ненормально Я вам такой Житейский пример Приведу Вот Стоите вы В супермаркете В очереди На кассе уже Стоите А перед вами Стоит человек Который заводит Бесконечные разговоры С кассиром Ни о чем Ни о чем Да Но это проходит 10 минут 15 минут И он поворачивается Вы начинаете возмущаться Говорит Ну пожалуйста Будьте любезны Здесь же люди Он говорит А что вы мне рот затыкаете Не имеете права Я хочу поговорить Я столько хочу Я столько буду говорить А кассиру говорит Не вздумай мне мешать Потому что тебя выгонят Потому что ты Невнимательно относишься к клиенту Это абсурд Но вот этот абсурд Сегодня происходит Происходит в Режской думе Когда по кругу Подносят Подносят вопросы Секретари Там Консультанты Подносят вопросы В конвертах Чтобы их задавали И задавали И задавали Чтобы заседание не кончилось Вы считаете что Вы считаете что Это бессилие Коалиции Нету бессилия Мы поменяли это И мы добьемся того Даже если министр Еще раз отменят У нас есть План Б Как действовать Но этого не будет Мы не позволим Никому Мешать нам работать Потому что Нас не для этого избирали Чтобы какая-то Деструктивная сила Пыталась Притягивая якобы Демократические принципы Дестабилизировать Все Еще один звонок Примем Добрый день Слушаем вас Ну понятно Что оппозиция Искользует Такой принцип Тупой троллинг Скажите пожалуйста А почему нельзя Вот на заседание Ну сейчас Идут премии Потом сказать Большинство Принимаем Большинство В голосов Принимается решение О прекращении Премии Вот один Образовом Спасибо Ну Чудесное было бы Чудесное было бы Решение Но Вот Именно Об этом Идет разговор Что Премия Премия Могут быть ограничены Пять минут Каждый депутат Имеет право Выступать в премиях Пять минут И плюс дополнительно Еще три минуты Которые он может взять Сразу Дума может Потом Двумя частями То есть Здесь Здесь по крайней мере Можно спрогнозировать Да Ну Скажем Количество депутатов Выступающих Умножить на восемь минут Но Положение в Рижской думе Не ограничивает Количество вопросов Которые может задавать Каждый депутат И мы пытаемся Сейчас Мы Поменяли это положение Мы попытались Ограничить количество вопросов Министр отменил это Теперь Ограничиваем Мы теперь ограничиваем Другой Сделали подход Ограничиваем время На рассмотрение Каждого вопроса Но все Нас упрекает В том Что мы Явные Враги Свободы слова И демократии Ну Пускай Если люди Если люди Таким образом Видят демократию Если Для того Чтобы свои амбиции Реализовать И причем Когда Идут вопросы Они тоже Не совсем деликатные Понимаете Не совсем Приня У нас Так сказать Интеллигентные Прямо скажем Да Потому что Ну есть люди Которые выходят На трибуны И говорят Ну что Вот так вот Мы в Риге живем Мосты Рушатся По улицам Не пройти Не проехать И такое впечатление У меня Да Есть еще Не освещенные Улицы Риге 800 лет И оказывается За все Что еще Не доделано Отвечают Именно Именно Те люди Которые Сегодня Мы Каждый год Ремонтируем У нас Каждый год Крупный Ремонт Моста На этот Было Запланирован Был Следующий На очереди Был Мост Лантовый Да Проблема Там С лестницей Да Обследовали Да Приняли решение Есть план Как Устранять Эту проблему Как проводить Ремонт Нет В Риге Рушатся мосты Просто понимаете Апокалипсис Берут и рушатся Да Берут и рушатся Михаил Каменецкий У нас в студии Чтобы у нас тоже Не случился апокалипсис Уйдем на новости Рекламу Не переключайтесь Микс Ньюс Продолжаем Работу прямо в эфире Михаил Каменецкий У нас в студии Депутат Рижской думы От фракции Согласия Но вот все-таки Я понимаю Что может быть Это вопрос Такой психологу Ну так что Вот эту вот Тему Завершить Оппозиции Кроме вот популизма Предвыборной всей ситуации Мы все понимаем Тем не менее Нет такое ощущение Что движет им Просто ненависть Потому что Мы понимаем Что и все им есть Оппозиция Да Есть правящие Коалиции И так далее Но там как-то Несмотря на жаркие дебаты Ну хоть какое-то Есть Не знаю Взаимоуважение И понимание того Что тебя избрали избиратели Меня избрали избиратели Я тут не пришел с тобой Извините Не водку пить И не ругаться Я пришел работать Но такое ощущение Что в Думе Эти границы размыты И Взаимоотношения Как с врагами Вы знаете Я бы с этим не согласился Потому что Оппозиция неоднородна Она неоднородна Не только по партийной Принадлежности Да Она неоднородна Еще и по Квалификации По образованию По жизненному опыту И ругать оппозицию Целиком Я абсолютно не готов Да Там есть люди Абсолютно рациональные Есть люди Которые в состоянии В состоянии Изучить вопросы В состоянии Защитить свою точку зрения И бывают случаи Когда Ну как это Нормальная жизнь Если человек Говорит умные вещи Но как-то Как-то Его не слушать Это Неправильно Есть там Где какие-то Предложения оппозиции Тоже принимаются Ну конечно Как всегда И на комитетах И на заседания Думы То есть Когда Попытка Ну вот Если есть попытка Добиться Позитивного результата Это всегда чувствуется А вот Когда идет Это все На На Предвыборных Сеймовских Амбициях Это тоже Чувствуется И видно То есть Когда люди Когда люди Гораздо более Активны Когда Под камерами Да Естественно Ну любой политик Когда из камеры Попытается вылезть На трибуну Ну все понятно Да Особенно Особенно те Кто сегодня Кто сегодня Хочет Пройти в Сейм Тоже понятно Но с чем Ведь понимаете Если человек В Сейм идет И говорит Вот я в Рижской думе Я разобрался Я сделал то Я заставил позицию Сделать Вот по-моему Наше предложение Прошло Наше предложение Не прошло Но оно вот такое А гордиться тем Что мы Объявили 25 перерывов И сорвали Сорвали 16 комитетов За два месяца И три заседания думы Пять раз покинули В знак протеста Но это не Это не результат У нас есть Господа из оппозиции Которыми нам Очень трудно У них логика У них аргументация По определенным Проблемам С ними спорить Трудно Но это вызывает Уважение А есть люди Которые выходят И говорят Да вы вообще Кто вы такие Вот кто вы такие Вас избрали Да кто вас там избрал Это все ерунда Доходит до того Что делят Сегодня Делят Тот же Венутевский Председатель фракции Он говорит Вы Освещаете районы Где живут Ваши избиратели А там Где живут Наши избиратели Вы Ничего не делаете То есть Он уже По избирателям Начал Хотя это видимо Не так Это абсолютно Не так Потому что Он говорит Вы пульсом Сосвещаете А Тратите много Вместе с тем Тратите много Денег на Рождественское Освещение Центра города Но госпожа Стрите Которая Действительно В девичестве Все знают Кто она такая Знаете Что ее Возмутило Нет В вопросе Освещения Города Рождественского Она говорит Весь город Освещен цветами Российского флага Когда это Закончится Ну Я не знаю Где она Это увидела Но Наверное Человек Считает Что Может показалось Понимаете Это Это сегодня Синдром Такой Мы видим Господ Сэми Например Это очень Интересная Такая Может быть Политологам Надо будет Изучать Студентам Не серьезным Политологам А студентам Надо будет Изучать Этот Синдром Когда Этнические Русские Сегодня В латышских Партиях Они поняли Что им надо Быть значительно Более Латышами Чем Латыши Посмотрите Как ведут себя Господа Лоскутов И Юдин Они то вышли Из 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 Перешли В движение Пар Там Из них Выпустили Пар Быстренько Они Оттуда Ушли И Бултыкаются В этой Проруби Понимаете Двое Не знают Сейчас К кому Примкнуть Скорее Всего Вернуться В Вернуться В В родные Да В родные Пенаты Блудные Дети Которых Там Позурят И примут Не знаю Меня И не очень Интересует Госпожа Стрите Которая Видит В рождественском В рождественских Декорациях Старые Риги Цвета Российского Флага Но Не будем Понимаете На это Повлиять Нельзя Но Она С этим Пойдет Саем Она С этим Пойдет Саем Женщины Есть Свои Своё Восприятие Наверное Некрасиво Мужчинам Обсуждать Обсуждать Сережки Которые Носят Женщины Но В данном Случа Это Исключение У госпожи Стрите Сережки В форме Наручников Она Их Часто Одевает Ну Это Интересно Это Интересно Давайте Прим Звонок Добрый День Слушаем Вас Добрый День У меня Такой Небольшой Комментарий Пожалуйста Достаточно Вспомнить Что Происходило На Украине До Когда еще Видеохроники Там Пятилетней Давности Примерно Там То что вы Рассказываете Там 15 комитетов Сорвали И три заседания Это ерунда По сравнению с Что происходило Там Но в принципе Это Одно и то же Одно и то же Примерно Это очень Некрасиво Так Депутаты Себя не могут Вести Как ведут Это показывает Их Этот Уровень Не то что Не уровень А Отсутствие Спасибо Спасибо Да Спасибо вам За комментарий Да Действительно Но это Без Незамеченным Это не проходит И я абсолютно Точно знаю Что Депутаты Которые сегодня Сидят С ужасом Смотрят За За теми Картинками Которые транслируются И уже ожидается В ноябре Да И это очень хорошо Это очень хорошо Что они видят Потому что Потому что Правильные аналогии Переведены Вот когда Попытка Попытка Проигнорировать Прикрываясь Словом Демократии Попытка Проигнорировать Демократический Выбор Людей Да Они Ведь что они говорят А сколько там за вас проголосовало Да чуть-чуть больше Чем за нас Забывая то Что за Каждого из них Маленьких партий Проголосовало Совсем небольшое количество народа И это Сегодня Ну если Если тебя Если ты набрал Меньше голосов Вот демократический принцип Ну смирись с этим Работай Как оппозиционер Нет Они даже этого не признают А Ну наш слушатель Очень Очень Серьезную тему Затронул Я думаю Что То о чем он сказал Вслух Об этом Уже давно Задумываются И Задумываются И политики Многих уровней И я думаю Что не только политики Потому что Задача Государственных Институций Да Это не допустить Не допустить Хаос и анархии А еще раз хочу сказать Что хаос и анархия Это не обязательно Там Танки На площадях Это 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 действительно Беспредел Беспредел В самоуправлениях И в Сайме Если мы посмотрим На ситуацию Чуть-чуть Шире Вообще Мы видим Что происходит Вообще На глобальном уровне Там тоже уже Кризис Случился Уже И дестабилизация Все Все мы это наблюдаем И мы видим Какие взаимоотношения У Запада С нашим Восточным соседом И я хочу Сейчас у вас спросить А что будет С Рижским свободным портом Все-таки вы знакомы Как член правления порта Какова там ситуация Мы же понимаем Что это действительно Как раньше говорили Ну градообразующее предприятие Без преувеличения Да Ну До сих пор еще В общем-то Можно его так назвать На Так сказать На тех остатках В экономике Которые есть Но Понимаете Очень Очень трудно Сейчас отвечать На этот вопрос Гораздо более Сложно Это делать Чем год назад Даже год назад Почему? А потому что Мы сегодня Очень многие риски Не в состоянии Со своей колокольной Скажем Членов правления порта Не в состоянии Не то что оценить А мы их Не в состоянии Даже спрогнозировать Вот такое впечатление Что мы сегодня Живем В 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 Это независимость В период Внешнего управления Поэтому Ну Транзитная Сфера Это Очень Очень болезненная Это очень Близко связано С геополитикой И с политикой Вообще Область Это понятно Есть определенные Есть определенные Позитивные моменты У нас постоянно Растет оборот Пассажиропоток Это важно Не углем Единым Порт Живет И жить Будет Хотя уголь Это очень важная Составляющая И мы до сих пор Знаем Что Ну Тусть сказать Не только Политические Взаимоотношения С Соседями Но и Такие прагматичные Вопросы Как политика Железной дороги Одной и другой Страны Восточного соседа И наша Да Огромное влияние Оказывает на транзит И Общая ситуация Экономическая В мире Которая Ну Так сказать Сегодня не блестящая Она Но Но вместе с тем У нас очень Высокий уровень Обслуживания У нас отличные Стивидоры У нас очень Серьезные компании У нас очень Неплохие услуги Поэтому Я думаю Что еще Достаточно Достаточно Большое время Пройдет Пока Россия Сможет сама Обеспечивать Свои потребности И В полной Мере Она тоже Этого Не сделает Есть Есть Другие Рынки Вот Здесь Надо Действительно Дорабатывать На политическом Уровне Потому что На экономическом Уровне Здесь Сложно Посмотрите Как Мы умеем Очень хорошо Выполнять Указания И мы Это сейчас В банковской Так сказать Сфере Видели И продолжаем Наблюдать Мы Плохо Плохо Умеем Бороться За Собственные Интересы Ну Вот У нас Как-то Сложилась Такая Политическая Культура В высших Эшелонах Это Особенно На фоне Банка АБ Ликвидации Да Сложилась Такая Ситуация Сложилась Когда Мы Интересы НАТО Соблюдаем Интересы Евросоюза Интересы Всего Прогрессивного Человечества Мы Забываем О Национальных Интересах Нашей Страны И Вот Здесь Очень Прямой Очень Интересное Сравнение Посмотрите Это Их Рынок Транзитный И Туда Очень Трудно Попасть Да Потому Что Они 20 Лет Уже Там Работали Они Знали Что Там Вот Там Их Будущее Несмотря На То Какая Там Политическая Структура Какое Там Руководство Тоталитарное Но Не Тоталитарное Да Это Это Страна Которая Нуждается В транзите Через Балтийскую Одну Из Белорусские Рынки Извините Ну Сказать Этот Ресурс Еще Следует Исследовать Но Мы Много Потеряли Реально Да К сожалению В принципе Если мы Говорим Действительно О Грядущих Выборах Которые У нас Случатся Уже В октябре Получается Что Ничего Нового Опять Национализм Национализм Еще раз Национализм Да Вы Понимаете Сейчас Какая-то Новая Тенденция Появилась Национализм Уже Явление Само собой Разумеющееся А вот Сейчас Появляется В политике Самый Продаваемый Товар Это просто Неприкрытая Ненависть Это ненависть Не только На национальной Почве Это ненависть В социальной Сфере И Во всех И вообще Ну Такая Вот Настолько Недобрыми Стали Политики И друг К другу И к народу И И Вот Их Их Деятельность Сегодня Настолько Зачастую Вот Просто Пышет Вот этой Нелюбовью К ближнему Да Что это Вот Если это Стало Трендом То Ну Непонятно Какие Непонятно Какие силы Могут Пройти В Сэйм Да Уже Уже Сегодня Сегодня Можно Говорить Уже Можно Сегодня Говорить Что Да Наверное Для Лучшего Чтобы Были Те Кого Хоть Более Менее Знаем Потому Что Ну Непонятно Непонятно Что Может Произойти Когда Когда Ну Весь мир Сходит С ума А мы Часть Часть Большого Мира Да К сожалению Может быть Еще один Звонок Мы примем В завершении Эфира Добрый день Слушаем вас Пожалуйста Еще раз Господин Каменецкий Андрей Звонит Я представляю Организацию И хотел бы Все таки Вернуться К тому Чем вы Занимаетесь Не в том Что Вы себя Считаете Профессионал То есть Управление Городом И смотрите Я считаю Такую вещь Что Я так считаю Что Все претензии Оппозиции Они заключаются В том Что вы Просто делаете Не то Что Как бы Что Представляют Что Представляют Эти люди Что Представляют Так скажем Избиратели Этих людей То есть Вы пытаетесь Я даже не знаю Что вы пытаетесь Потому что В вашей программе Было написано Ничего Вы просто Мы Следующие 4 года Будем продолжать Что продолжать Не ясно Но Как бы Я хочу Чтобы в моем городе Было комфортно жить А вы Как-то от этого Постоянно уходите Вы пытаетесь Устраивать Какие-то Площадки Для детей А для того Чтобы до этих площадок Дойти Не надо Сейчас пройти Через пылевую бурю На улице Например Улица Барона На улице Бриви На который Сейчас Вылез Только Что 14 раз По-моему Превышен Максимально допустимый Парок Вот в чем Наша с вами Максимально Это отличие Спасибо большое Ну так давайте Об этом и говорить А не о чем Исперме Как госпожа Мата уже По-моему Если не ошибаюсь Из консервативной партии Вы понимаете Давайте об этом Говорить Ну так давайте Говорить Почему же нет Почему вы Вы говорите Что не так Так сделайте Сделайте так Как надо Сегодня Сегодня Понятное дело Ну что ж Почему же нас Не покритиковать Улицу Барона Мы долго делали Мы не сдаем В эксплуатации Улицы Сегодня Представляете До сих пор Заголовки До сих пор Не сданы В эксплуатацию Улицы После ремонта Так слава богу Что не сданы В эксплуатацию Это значит Что мы терзаем Этих строителей Чтобы они Довели до ума Все Это первое И есть еще одна Рациональная Абсолютная вещь Пока не сдана В эксплуатацию Улица Гарантийный Срок продолжается Не считается То есть это абсолютно Логично Да мы заставим Довести до ума Все что Расстоятельно Нам обещали Вы строите Детские площадки А до них Трудно дойти Вот пыль Понимаете Ну как будто Как будто мы Эту пыль Специально делаем Сегодня Сегодня Ну понимаете Это знаете Из какой серии У меня тоже есть Такие знакомые Которые говорят Ну все Больше мы за вас Голосовать не будем Все С вашей политикой Понимаете Парковок в центре Мы за вас больше Не голосуем Я проехать не могу Я знаю Что он на 600 ездит И не может поехать Да Ему некомфортно Да Это Да некомфортно И будет еще более Некомфортно На 600 в центре города Появляться Да Потому что комфортно Должно быть пешеходом Комфортно должно быть Пассажиром Общественного транспорта Комфортно должно быть Велосипедистом А в город на машине Нужно ехать По В центр города Я имею ввиду Да В центр города На машине Да К сожалению Нужно Не каждый день Ездить А если ездишь Каждый день То считайся Или с расходами Или с Неудобствами И так в любой стране В любом Мегаполисе Я не говорю Что Рига мегаполис Да Но и в любом Крупном городе А европейская столица Она ничем не отличается От других европейских столиц Всюду эти проблемы Поэтому да Но это из той же серии Что мосты рушатся По улицам не пройти Но вместе с тем Я бы хотел вам заметить То за нас проголосовали Уже третий раз Третий созыв И это беспрецедентное Голосование рижан И почему бесятся Очень многие наши оппоненты Что да У Шакова есть все возможности Стать в истории Первым мэром Который 12 лет Руководил городом Такого еще пока не было И это очень многих Так сказать Не радует Не радует Михаил Каменецкий у нас в студии Депутат Рижской думы Большое спасибо 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 Спасибо